Снова здравствуйте, это Валерий, компания FACUM. С увеличением цен на топливо все чаще слышим вопрос, что можно привести электрическое, гибридное. Поэтому решили обратить наше внимание на гибриды и на различные ценовые сегменты. Сколько что стоит и почем это можно привести, есть ли разница с рынком. Поэтому у нас для вас сегодня следующий топ, и это топ гибридов от 13 до 15 тысяч долларов. Смотрим. Дело в том, что стандартная иерархия и пока сортировка автомобилей, которые используются в различных топах, от дешевых к дорогим, к дорогим дешевым. Я понял, что она неинтересна, поэтому мы сегодня вам покажем три различных сегмента. Это 15, 14 и 13 тысяч долларов. И сразу покажем вам по несколько автомобилей, которые мы для этих сегментов определили. В общем, сегмент 15 тысяч долларов у нас попало три седана. Все они седаны D-класса. Вообще, их многие как идентифицируют как E-класс, но вообще-то это D+. В общем, это Toyota Camry, это Honda Accord и это Ford Fusion. Очень популярный, я бы даже сказал, прям народный. Если у нас все раньше хотели одни Camry, то теперь нам звонят и спрашивают одни Fusion. Так вот, ситуация заключается у нас в следующем. Если в 15 тысяч долларов мы указали, что можно привезти Toyota Camry и Honda Accord 16-17 года, это последние года выпуска предыдущего кузова, то Ford Fusion в эти же деньги получается заметно свежее, потому что он в принципе стоит дешевле. Его мы определили как 18-19 года. И теперь разберем все три автомобиля немножко подробнее, сравним друг с другом. Начнем с экстерьера. Если сравнить все три автомобиля, то на мой субъективный взгляд, Honda Accord смотрится из них наиболее удачным автомобилем. Toyota Camry выглядит, на мой взгляд, неудачной. Ford Fusion в принципе выглядит наиболее современным, ну как вот баланс между каким-то стилем, дизайном и тем, как ты это все воспринимаешь, мне наиболее близок к дизайну Honda. Если мы с вами разговариваем за интерьер, что у нас он сегодня предлагает, то это безусловно я буду утопить полностью за Ford Fusion. И дело не в том, что у Ford Fusion самый лучший материал или качество отделки салона. Нет, у него будет качество отделки салона не лучше и не хуже, чем у Toyota Camry, а может быть даже, наверное, где-то все-таки будет лучше. Но сборка явно будет немножко похуже. Toyota. Самые ужасные материалы и самый отвратительный дизайн интерьера. Ford Fusion. Самые современные функции, современная мультимедиа. Будет гораздо больше опций, нежели в той же Honda. То есть, с точки зрения различного функционала и внешнего вида интерьера, она будет самой современной. Фонда будет где-то посредине между Camry и Fusion. В Ford Fusion будут, на самом деле, поприятнее материалы. Она будет добротнее всех собрана. Но при этом по функциям вы не получите там ничего сверхъестественного, современного. Мультимедиа старая, примерно такая же неинтересная, как и у Camry. Какие-то опции. Да, там есть адаптивный круиз-контроль, максимальная комплектация. Там возможен кожаный салон. И стоит она не 15 тысяч долларов. Она стоит намного дороже, если вам повезет ее забрать. Она стоит просто космический денег. Если мы с вами говорим за Ford Fusion, если вы возьмете себе просто среднюю комплектацию с Evo, у вас там уже будет довольно-таки эти наборы опций. И двухзонные климаты, и электрорегулировки. И, может быть, даже попадется салон из кожи. На самом деле, это эко-кожа. И у вас будет нормальный звук, нормальная мультимедиа. В общем, в ней вы себя будете чувствовать отлично. Там даже будет Apple CarPlay, Android Auto. Сравним железо и их технические характеристики. В общем, начнем с двигателей. Естественно, все три машины работают в паре. ДВС плюс электромотор. Единственное, что они отличаются объемом. У Toyota 2,5 литра, 4-цилиндровый мотор. У Honda 2-литровый тоже 4-цилиндровый мотор. И у Ford 2-литровый 4-цилиндровый мотор. Пару к ним закинули электромоторы, которые на самом деле пиковой мощности могут выдавать аж нифига себе по 80, по 100 лошадиных сил. Но все это в паре, естественно, дефорсировано. И все три машины примерно одинаковые по мощности. Что-то около 180 лошадиных сил. Плюс у вас сразу крутящий момент снизу доступен из-за электромоторов. Поэтому для города эти машины суперкруто ускоряются. Они очень резвые, быстрые. И вы там 80% автомобилей в потоке будете нагибать на этих автомобилях. А если мы с вами говорим об экономии, то из-за чего покупают эти машины? Расход топлива у них тоже у всех примерно одинаковый. Кто ездит по пробкам, получает расход порядка 6 литров. Кто ездит там наполовину по пробкам, наполовину там катается, получает расход в среднем порядка 8 литров. То есть сегодня это машины, на которые не нужно устанавливать газ. Они реально будут обеспечивать вам экономию. И они не намного дороже своих бензиновых аналогов. Дело в том, что у всех трех есть бензиновые исполнения. И на самом деле они стоят примерно так же, только хуже на самом деле. У всех маленькие батареи, 1 кВт, 1,5 кВт, а совсем мизерные. В общем, едут они до 3 км на автономном ходе, до 30 км в час, не более. То есть супер пробочный вариант, когда вы много стоите в пробках, вы где-то катаетесь, вообще идеально. А теперь поговорим о главном, о ценах. Цену мы вам назвали. Все эти три автомобиля в среднем укладываются в 15 тысяч долларов. Но тут важно что посмотреть? Важно посмотреть, сколько эти автомобили стоят в Украине. И сколько стоит живая машина в Украине. Потому что самая дешевая машина в Украине, и машина, которую вы бы купили, это не одно и то же. Начнем с Хонды Аккорд Гибрид. В общем, низ рынка у нас в Украине начинается от 16700. Как ни странно, я обалдел, это немало. Живая машина, первая, которую я нашел, стоила порядка там 19,5-20. Но как показывает инструмент мониторинга средней цены Автория, средняя цена сегодня на ней составляет 19200 долларов. Вот хотите живой Аккорд, смотрите на эту цену. Едем далее. У нас следующий идет, это Toyota Camry. Вообще, в принципе, немного, там, по-моему, всего три штуки в Украине. Всего три штуки на продаже в Украине, их почти нет, считайте. Самая дешевая 15, самая дорогая 18500. Посмотрел за 15, такой удар в большинстве случаев люди покупать из США не хотят. Соответственно, такой вы брать для себя не будете. Реально я понимаю, что эта машина чуть дешевле, чем Аккорд. Ну, 18, эта цена для нее логично, нормально, если вы хотите машину с пробегом себе до 100-120 тысяч километров. Ориентируйтесь, что дешевле, чем 18, в Украине себе нормальную машину не заберешь. И теперь смотрим на Ford Fusion. Там ситуация тоже примерно похожая. Автория показывает среднюю цену порядка 18 тысяч долларов. Вот на эту цену вы можете ориентироваться тоже. И сегмент 15 тысяч долларов мы с вами оформили. Идем в сегмент 14. Там нас ждет два автомобиля. Так вот, бюджет 17 тысяч долларов. У нас здесь два корейца. Один кроссовер, один седан. Тоже все довольно просто и банально. Седан Hyundai Sonata 2017 года. И кроссовер очень часто просто спрашивают. Подскажите, гибридный кроссовер до пятнашки? Мы стоим и думаем, блин, что же предложить? И тут мы вспомнили. Кианира. Точно. Hyundai Sonata это тот же седан D-класса, что и Toyota Camry Ford Fusion Honda Accord. Правда, он вроде как бы чуть-чуть поменьше. И никто не любит их сравнивать друг с другом. Ну, то есть владельцы Camry Accord считают, что Sonata это вообще не машина. Но на самом-то деле это нормальная машина с нормальными опциями. Так вот, по поводу экстерьера. В общем, это машины, которым на сегодня почти по 7 лет. Экстерьер у них средненький с точки зрения современности и стиля. Из-за кучи газовых корейских Sonata. Естественно, Sonata стала восприниматься очень дешево. И теперь, как бы, вот, если вы привезли себе Sonata из Америки за 14 тысяч долларов, видя на дороге кучу Sonata из-под такси, как-то ты ее уже начинаешь воспринимать как машину куда более дешевую. Напомню, сегодня газовую Sonata можно взять в том же кузове, что я вам сейчас озвучу. Примерно в районе, там, 8-9 тысяч долларов. Так вот, давайте про интерьер говорить ничего не буду. В общем, мне нечего сказать. Там ничего такого выдающегося. Все примерно те же опции по мультимедиа, по звуку, по регулировкам, по комфорту, по обдувы, подогревы. Все это, естественно, в максимальных комплектациях есть. Слежение за полосами. И то же самое касается Nira. Там тоже все это будет. В Америке в основном будут богатые комплектации. Они, кстати, американские машины у нас очень в этом плане разбаловали. Потому что, когда мы покупали европейские машины в начале десятых годов, мы все их брали на бам-же, потому что у нас они очень дорого стоили. По железу. В Sonata, значит, у нас стоит мотор на 2 литра, который в совокупности выдает около 180 лошадиных сил, как и все наши три брата D-класса, о которых я упоминал ранее. Keonira, там немножко другая ситуация. Идет 1,6 мотор плюс электромотор. И на выходе все это дает 150 лошадиных сил. Да, в результате все примерно одно и то же. Да, Sonata будет чуть шестрее, да, Nira будет чуть помедленнее. Весит они примерно одинаково. За счет того, что Nira более компактный, но это кроссовер, вес у них один и тот же. И расход ожидайте на уровне 6-8 литров. Только эти машины подешевле. Давайте сравним цены, что у нас сегодня есть в Украине и сколько стоит живая машина. В общем так, низ рынка на Nira. Начинается с 16 тысяч долларов. И серединка где-то в районе 17-18. Как повезет. Если мы говорим про Sonata, то тут вообще интересная ситуация. Самая дешевая гибридная Sonata сегодня стоит за 17-600. Я открыл и просто офигел. Я не думал, что они такие дорогие. И середину, ну там живую, там плюс-минус. Они правда гораздо менее ликвидные. В общем там их можно купить, выдрать чуть подешевле. В общем за 18-19. Я понимаю, что их можно взять. То есть почти понизу. И мы с вами прошли сегмент 14 тысяч долларов. И смело переходим к одному единственному автомобилю, который мы засунули в сегмент 13 тысяч долларов. И это не потому, что других машин у нас не было. А потому, что мы вот подумали, что на сегодняшний топ автомобилей и так будет достаточно. Итак, 13 тысяч долларов. И туда у нас попал великий и ужасный Ford C-Max. Гибрид, важно не путать, с версией NRG. Дело в том, что у Ford C-Max есть в США две версии. Одна гибридная, одна версия NRG. Та, что гибридная, электромотор плюс ДВС на выходе и маленькая батарейка в полтора или один киловатт. А если мы говорим за NRG, это полноценный плагин-гибрид с большой батареей с запасом хода на 30-40 километров. И это уже немножко другой автомобиль. Что из интересного? Эта машина построена на базе Ford Focus. То есть по сути вы покупаете себе большой такой раздутый Ford Focus и на нем вот ездите. То есть полноценным минивеном эту машину нельзя назвать. Скорее всего это какой-то компакт-вэн, который идеально подходит для города, который имеет на самом-то деле небольшой багажник. Гибридные версии он и так небольшой, а в плагин-гибриде там вообще беда. Но зато он получается в очень солидные деньги. 13 тысяч долларов вы можете купить себе машину 18-19 года. Это рестайлинг. Это последние года выпуска. По технике 2 литра плюс электромотор. Те же 170-180 лошадиных сил. Шустро, удобно, компактненько, быстро, интересно. В максимальной комплектации вы видите для себя все и даже больше. И в средней тоже вы будете довольны. Потому что реально, кстати, в этом плане Ford очень прикольный. Вы за немного денег получаете очень много опций. Поэтому в этом плане Ford, конечно, очень интересен. Теперь проанализируем ценовую обстановку по этим C-Max в Украине. Значит, инструмент средних цен показывает у нас среднюю цену на уровне 17 тысяч 200 долларов. Недешево. Раньше были они, ну, там я открывал год назад, они были значительно дешевле, эти машины. Итого, низ рынка, короче, сегодня в Украине 12 тысяч долларов. Обратите внимание, я назвал цену из США 13, а низ рынка 12. То есть сегодня потенциально, типа, самую дешевую машину в Украине можно купить дешевле, чем привезти из США. Ну, естественно, платный сыр у нас только находится в одном небезызвестном месте. Поэтому реально ориентируйтесь на середину. Думаю, 17 тысяч это все-таки дороговато для них. Я бы оценил скорее, что сегодня можно нормальную машину этих годов взять. 16-16 с половиной тысяч, ну, не меньше. И на этом наш топ гибридов от 13 до 15 тысяч долларов подошел к концу. Напишите ваши комментарии, если вы желаете увидеть какой-то сравнительный обзор, либо топ под какой-то сегмент автомобилей, который вас сегодня интересует. И провести сравнительную аналитику цен на такие машины из США. И сравнить их с ценами на такие машины в Украине. С вами был Валерий, компания FACTUM. Не забываем подписываться, ставить лайки, если вам понравилось это видео. И до новых встреч. Пока-пока.